400, 800 и 1200 метров. С какой только высоты не прыгал с парашютом 19-летний Иван Тиньков, попав в воздушно-десантные войска. Впечатление от полётов, говорит, несравнимо ни с чем. На фронте он оказался в самый разгар войны. Когда в 44-м вместе с однополчанами выводил финские войска из боевых действий, признаётся, приходилось проявлять изобретательность. Сделали 6 плотов. На эти плоты посадили чучело солдат, макеты миномётов, пулемётов опустили. И там, когда была команда добровольцев, и командир говорит, кто вот нужно ложную переправу, кто согласен, два шага вперёд. И вся рота шагнула вперёд. Полковник в отставке, ветеран Карельского фронта, председатель Совета ветеранов 37-го, гвардейского, свирского, краснознамённого воздушно-десантного корпуса. И просто гордость Самары и Самарской области. В день 90-летнего юбилея поздравления принимает от всего города. Ну, ещё раз я поздравляю вас с замечательным юбилеем. Здоровья вам крепкого. Спасибо за то, что вы делаете. Очень хотелось, чтобы ещё много-много лет активно вы продолжали заниматься такой деятельностью. Несмотря на преклонные годы, голова у Ивана Григорьевича до сих пор не седая. На здоровье не жалуется, ведёт очень активную социальную жизнь. В 72-й школе нашей Самарской при его участии непосредственно создан музей замечательный. Он туда передал Знамя Победы, которое ему было вручено, копию, естественно, Знамени Победы. Вот очень много оказывает помощи, очень много выступает перед школьниками. Не только в Самаре, но и по области, в Кротовке в частности, при его участии создан музей. Иван Тиньков делает всё, чтобы увековечить память своих однополчан-фронтовиков. По его инициативе было изготовлено шесть обелисков ветеранам Карельского фронта. И, возможно, одна из школ станет носить имя самого Ивана Тинькова, если найдётся группа активистов, которые выступят с таким предложением. Марьяна Мирна, Алексей Золотинков. События.